Вот представьте себе, что на плоскостях у нас есть три точки. Тогда, разумеется, через них проходят три прямые. Да, вы же скажете, что все точки могут лежать на одной прямой, вот это я запрещаю. Нет прямой, на которой лежат все точки. То есть, может несколько лежать на одной прямой, да, пожалуйста. Но нельзя, чтобы все точки лежали на одной прямой. Для трех точек, очевидно, есть три направления. Меньше не бывает, впрочем, больше тоже. Теперь давайте посмотрим, сколько для четырех точек. Если взять, например, вот так, то направлений, очевидно, будет много. Будет шесть штук. Впрочем, если взять точки в виде квадрата, то направление будет, смотрите, это одно направление, второе направление, третье направление, четвертое направление. И все. Давайте я вот в этих прямых проставлю. Первое направление, второе, третье, и вот это вот прямые четвертые направления. Таким образом, для четырех точек может быть не обязательно шесть направлений, а может быть четыре. Есть и другая. Я могу нарисовать три точки и провести через четвертую, не лежащую на этой прямой, еще три прямые. В таком случае, тоже, очевидным образом, будет четыре направления. Сколько же направлений, минимальное количество, может быть? Итак, количество точек. Три, направление три. Четыре, направление четыре. Есть ли пять точек? Ну, один из вариантов такой. Взять, скажем, квадрат, смотрите, взять квадрат и поставить точку внутрь. Что тогда будет? Первое направление, второе, третье, и четвертое. Опять получилось четыре направления. Взять, четыре. Очень интересный вопрос. Нельзя ли было обойтись тремя? Если немножко прессует, то поймете, что, очевидно, нельзя. Разумеется, моя цель сегодня – взобраться с большим точек. Я докажу сегодня общую теорему. Поэтому я сейчас не буду пытаться доказывать для маленького количества ничего. Но все-таки так я попытаюсь более понятно рисовать. Итак, точек стало шесть. Давайте подумаем, какие разумные картинки. Ну, например, существует правильный шестиугольник. Рисую его направление. Вот это вот горизонтальное направление – это одно. Дальше вертикальное направление – второе. Что еще бывает? Бывает еще вот такое направление. Правда, да? Это третье. Так, еще бывает вот это. Таких прямых, кстати, много. Это четвертое направление. Так, кто мне еще сможет указать какое-то направление? Или я все уже показал? Нет, не всех. Не всех, к сожалению, не всех. Например, есть вот такой пятый. Все видят? Между прочим, я нарисовал всего лишь шестиугольник. А видите, что в этих направлениях уже можно запутаться, собственно говоря. Пять направлений. На самом деле есть еще шестое. Шестое направление – оно отгонярено. Наверное, вот такое. Ну, соответственно, если есть, то можно нарисовать… Нет, все, шесть. На самом деле шесть направлений. Я мог то же самое нарисовать… Не то же самое, а, кстати, в качестве направлений. Нарисовать вот как. Смотрите, я мог нарисовать на прямой четыре точки и свидетельчно на равных расстояниях. И здесь, в общем, так вот нарисовать картинку. Тогда смотрите, какие будут направления. Будет раз направление, два, три, четыре, пять. Так, интересно. А, еще вертикально. Еще шесть. И сюда будут карточки? Нет. Они будут параллели. Ребята, дело в том, что вот это, оно, конечно, существует, но вообще-то оно такое же, как четвертое. Видно, что попытка рисовать все прямые приводит к тому, что на картинке прямых слишком много. Поэтому давайте я сделаю так. Я нарисую вам все-таки именно сам точь, а вы уже сообразите, сколько на этой картинке направлений скажете мне. Ну, например, двенадцать точек. Двенадцать точек рисовать удобно, потому что это просто чистый картинк. Двенадцать точек. Просьба посмотреть, сколько для них где-то направлений. Берем вершину, и из нее приходит сколько направлений. Раз, два, три. Вы понимаете, что они все разные? Или нет? Из нее выходит одиннадцать направлений. Правильно. Из нее выходит одиннадцать направлений. Совершенно верно. Так. А еще есть направление? Есть. Какое? Хоризонтальное. Вот это. Совершенно верно. Хоризонтальное направление. А еще есть? Тоже вертикально вертикально? Нет. Дело в том, что это вертикально, это и есть то самое направление. А вертикально? Нет, нет. Вертикально у меня уже есть. Ребята, пожалуйста, присмотрите. И вы увидите. Да? Есть. Есть стилей, но смеется нет. Не смеется. Значит так, я наберу эти точки так, как сделано на часах. Мы начинаем собирать точки одиннадцать, одиннадцать и одиннадцать. Сейчас. Называйте направление, которое с вашего точки зрения новое. Какое? Один четыре. Один четыре. А я сделаю очень просто. Я скажу, что если взять и от один четыре сдвинуться в двенадцать, взять, то будет то же самое. Разве нет? Присмотрите. Да. Назовите какое-то другое твое, пожалуйста. Одиннадцать и два. Какое? Одиннадцать и два. Одиннадцать и два. Отлично. Одиннадцать и два. А разве это не то же самое, что двенадцать и одиннадцать? Нет. Как? А, да. Ребята, посмотрите, я хочу справить. Десять. Я могу прибавлять вот здесь вот эти по часовой сделки, а здесь проводочки часовые сделки. На одной тоже стоим. И это будут параллельные направления. Понятная идея? Вот эти все направления проверили... Да? Вот они тут двенадцать и одиннадцать и одиннадцать. Это же понятно. И так с ним будут правления. Десять и девять. Отлично. Десять и девять. Это то же самое, что одиннадцать и восемь. И это то же самое, что двенадцать и семь. Десять и семь у нас есть. Разве нет? В общем, ребята, посмотрите. На самом деле ответы... Двенадцать. Двенадцать штук. Ответы двенадцать штук. И более того, для любого правильного четного угольника, господа, ответ будет такой. Ну, без картин, которые легко нарисовать в тетради, давайте я еще такую покажу. Смотрите, рисуем вот так вот уже эти квадраты, да? И здесь каждый раз попало. Это называется правильно, если вы пользуетесь. Ну, так, тогда номеруем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так вот, господа, если присмотреться, то вы обнаруживаете, что никаких других направлений нет. Ну, кроме естественных направлений, да? То есть вот это вот, один, семь и направление, то есть восемь, 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 и так далее. Для любого правильного черного угольника количество направлений такое же, как что? Как количество его решений, да? Отлично. А что будет, если я отмечу центр двенадцатого угольника? Понимаете ли вы, что когда я провожу что-нибудь вроде направления начинок, то это что такое? Вот подумайте. Вот так, напротив четвертой что стоит? Вообще-то десятка, правда? И получается, что это то же самое, что десять четыре. А десять четыре такое направление у нас было. Десять четыре это то же самое, что 11 три, то же самое, что 12 два. Ребята, для числа 13, если это центр и 12 вершин, сколько будет направлений? Да, тоже 12. И такая же закономерность будет для всех других. Вот она наша табличка. Картинка устроена очень просто. Надо взять правильный двуугольник с четким числом вершин и отметить его цены. Хорошо, объяснил. Правда, я ничего не доказал. Потому что я напишу эти числи в таблицу, но я не доказал, что нет какой-то лучшей картинки. Потому что ведь в принципе запросто могло бы быть, что мой пример с правильным двуугольником это не самый лучший пример в свете, а может быть был бы еще какой-нибудь пример. Давайте я теперь нарисую вторую серию примеров. Значит, вторая серия примеров, вот что такое. Я первый прямой на этой прямой отмечаю, ну для простоты, просто на равных расстояниях, хотя достаточно было бы потребовать, чтобы там был центр свиньи отбивали эту систему точек. Точки. Ну, скажем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А дальше делаю так. Беру центр свиньи от всей этой картинки и на равных расстояниях, между прочим, даже не обязательно по вертикали, можно вот так вот, лишь по центральному свиньи лично, откладываю две точки. Смотрите, что тогда будет. Если я формировал вот эти вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, то получается вот это вот, что можно назвать первое направление, второе, третье, четвертое, пятое, все разные направления, шестое, седьмое, восьмое. Разумеется, девятое, горизонтальная прямая. А вот все направления такие, да, и вот это, и это десятый, да? А вот все направления такие, они, разумеется, смотрите, вот это направление такое же, как это. Вот это направление на шестую точку, такое же, как здесь на третью. На седьмую, такое же, как здесь на вторую. На восьмую, такое же, как здесь на первую. То есть всего получается десять направлений, две точки в десять. То есть, кроме картинки, как правильный угольник, есть и вот такая форма, и дает те же самые числые. Замечание. Теперь давайте разбираться, на что будет расстать еще одно число. Прямая. Рисую 13 точек. Три штуки, я уже нарисовал. Теперь надо симметрично расставить 5 точек. Например, 1, 2, с одной стороны 5 точек, и с другой стороны также 5 точек. 1, 2, 3, но, например, 4, 5. Замечательно. Теперь ставлю так-так, дальше чуть побольше, дальше примерно на таком же состоянии, и довольно быстро. Замечательно. Теперь, например, 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь у меня будет 1 штрих, 2 штрих, 3 штрих, 4 штрих, 5 штрих. Это точка 6. И точка 7. И 7 штрих. Ну, смотрите, я досчитал и 7, но при этом есть еще 6 штрихов, поэтому всего 13 точек. Посчитаем, сколько направлений. Ну, на самом деле видно, сколько направлений. Одно горизонтальное. Дальше. На каждую из вот этих 11 точек направление из 7 точки. И направление из 7 точки на 7 штрих, такое же, как на 6. И из 7 штрих на 5 штрих, такое же, как из 7 на 5. Так сколько же будет всего этого? 12. Разные направления какие? Горизонтальное и всевозможное направление в 7 точек. Правильно? 12. Да. Каким образом? Вы можете увидеть следующее важное штуку. Скорее всего, таблица, которую я написал, правильно. То есть, для правильного угольника, количество именно такое, и для почки, количество именно такое. Скорее всего, наши картины хорошие, скорее всего, ответные картины. Мы сейчас в ситуации, когда указали 2 бесконечных серии хороших конструкций. Согласны? Отлично. Так вот. Оказывается, есть 4 бесконечных серии. И, ну, в том числе, есть, потому что математики и знают, как называется, и придумают. И есть еще 102, немало, правда, в основном они найдены на компьютере, то есть не просто так рисовали, 102 конфигурации, которые не входят в эти бесконечные серии, а вот просто, что называется, просто так конфигурации.